всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня видео посвящено теме греха что такое грех у меня на канале есть два плейлиста в конце я этого видео о них скажу дам ссылки на них но решил записать все таки и там достаточно видео я много об этом естественно тоже говорю за всю свою деятельность на ютубе но сегодня решил все таки еще такое одно видео записать и она в принципе пойдет в плейлист грех на моем канале христолю проповедь упищу в пустыне вегана на котором вы смотрите данное видео записывая 2 марта 2022 года пойдет она как раз принципе можно сказать первым видео я понял что непонятно у меня есть еще такое конкретное видео с определением и плюс на своем сайте ссылка вот у вас на экране христолюб.ру можно по-русски набрать христолюб.рф и оформил уже страничку конкретно под эту тему да и немножко для меня тяжело писать статьи текстовые такие вот мысли но я все-таки постарался это сделал в принципе буду вам прям читать что я редко делаю да и вот в свободе слова еще немножко комментировать и разжевывать сегодня вы действительно поймете точное определение греха в религиозных культах чем только не наговорят и в оконцовке я надеюсь этого урока этого видео вы я вам дам практическое задание на домашнее задание после практики которого вы обязательно разберетесь что такое грех что такое святость или праведность ну или дела зла и добрые дела и и к добрым делам вы разберетесь что такое псевдо наоборот греховность и псевдо праведность да об этом сегодня и поговорим если после этого видео у вас останутся вопросы только потому что все это еще дело практики но теорию будет открыта вам в полноте начинаю не с определения а к нему подвожу да очень часто можно слышать как под грехом подразумевает получение удовольствий наслаждение благами мира веселье и даже саму радость ну или счастье да так ли это нет это не так ибо это противоречит тому что сам бог и есть радость счастье и наслаждение я цитирую бытие вторую главу и произрастил господь бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошая для пищи и древо жизни посреди рая создав вселенную и человека бог дал заповедь человеку наслаждаться всяким удовольствием в раю и и то есть иносказательно вкушать плодов от всякого дерева и сказал господь бог человеку которого создал и поселил его в раю чтобы возделывать его и хранить и заповедал господь бог человеку говоря от всякого дерева в раю ты будешь есть еще раз своими словами то же самое что мы в принципе прочитали я не зря начал с этой фразы да что такое грех и что под грехом в религиозных культах очень часто всегда даже слова очень часто не неуместно словосочетание в религиозных культах под грехом подразумевает получение удовольствия это реально так а под праведностью и делами праведность подразумевать соблюдение там все перемешано конечно добро со злом там конечно и говорят таких добрых делах к людям да такой есть но все это перемешано и с грехом в настоящем смысле слова да со злом с пустотой в основной массе под грехом подразумевать то что грехом не является а под добродетельным то что не является добродетелями начиная с того что соблюдение религиозных всех традиций обрядов это никакой добродетелю не является и наоборот их несоблюдение не является никаким грехом но в любой религии секты будет вас убеждать что соблюдение или несоблюдение соответственно делает вас праведным или святым это абсолютная чушь да это чушь делает вас соответственно несчастным потому что внутри вы все знаете. Почему люди страдают от таких религиозных бредней? Живя по этим религиозным бредням. Да именно поэтому. Потому что они все понимают, но делают, как Павел писал, немножко в другом смысле. Но можно здесь взять его слова за основание, что чего хочу, делаю, а чего не хочу, не делаю. Но там он немножко о другом говорил. Хотя связано с грехом, со страстями он там, так скажем, это выражался. Но я немножко в другом смысле эти слова употребил. Сейчас скрывать не буду. И действительно, вот эта вот псевдоправедность, к которой очень часто стремятся религиозные люди, и наоборот. Псевдогреховность, якобы которой они не страдают, вводит их в заблуждение. На самом деле, они потому о себе все время говорят, что они грешны, грешны, супергрешны именно поэтому. Потому что они на самом деле такими и являются. Это действительно правда. Потому что все это соблюдение религиозных правил, традиций, их лживых учений. Да, потому что соблюдение внешних религиозных, каких-то обрядов. Культ все относится до плоти. Вот. У них есть религиозные бредни, заблуждения, да. Вот. И, естественно, от этого душа терзается. Потому что она вроде бы следует этому, но понимает, что никуда она не стремится. она не обоживается и становится святее, светлее, чище, и к Богу никак не приближается, и Бог в нее никак не входит. Именно поэтому. Потому что все это бабьи басни, как Павел тоже в том числе выражался. Ну, или Иисус говорил, учения человеческие, которыми вы не просто добавили их, да, в учение Божье, а заменили заповеди Божьи. Об этом мы сегодня поговорим. И начинается все, конечно же, с сотворения мира. Я всегда, кто знает, обращаюсь к первым главам книги бытия, ну, и самой Библии, да. Если хотите, еврейской, иудейской торы, книги Берешита, да, в бытие. Мы прекрасно видим, что Бог создал мир каким прекрасным. Для чего Он создал прекрасный мир? Я об этом всегда очень часто говорил, что Бог не создал человека первым и не бросил его в лужу грязи. Как написано, земля была безвидна и пуста. Он же не сначала его сотворил. Бог создал прекраснейший мир. Совершенный, красивый, разнообразный, да. А радость в изобилии, в разнообразии, как я тоже часто слышите, выражаю, что мир прекрасен в разнообразии, да, в разнообразии вкусов, то есть в разнообразии всех радостей. Конечно же, под всеми этими деревьями в раю, так называемый, с разными плодами подразумевалось наслаждение. То или иное. Мы с вами можем видеть, получать визуальное удовольствие, мы с вами можем слышать, получать слуховое удовольствие. Мы даже не понимаем, как мы это получаем. Почему-то сюда как-то входит, что такое вообще музыка, почему мы ее слушаем, какие-то звуковые волны. Это не суть важно. Все это дела глупых ученых, они этой ерундой занимаются. Любому нормальному человеку даже разбираться этим не надо. Он просто получает удовольствие. Ему не важно, как. Это не имеет никакого значения. Мы можем трогать кого-то, получать тактильное удовольствие или что-то гладить природу, растительный мир, животный, друг друга. Получаем это удовольствие. Мы нюхаем, мы получаем удовольствие, мы кушаем, получаем вкусовое удовольствие и прочей-прочей вещей. Все, за счет чего плоти человек может получать удовольствие, мы от этого наслаждаемся, радуемся жизни. Это и есть счастье. Именно таким и создал Бог. Единственное, древо, которое и по сути, по сути, что такое, хоть они и реальные, хотите их назовить, хотите визу, виртуальные, что такое древо жизни, древо познания добра и зла? Это уже образы вот этой жизни в раю. Если ты получаешь эти удовольствия, что такое древо жизни? Если ты получаешь эти удовольствия законно, не за счет чьих-то слез и страданий, сейчас мы об этом позже уже скажем, дав определение греху, то ты вкушаешь древо жизни. То есть, как надо пользоваться, жить в этом раю? А если ты творишь зло, получаешь наслаждение, удовольствие за счет чьих-то скорбей и страданий, прикрывая благими намерениями, сейчас мы об этом еще скажем, я уже предваряю то, что мы с вами будем читать, уже своими словами. Потому что, почему древо названо познанием добра и зла? Именно потому, это добра там надо читать в кавычках, в принципе, давно бы уже это можно было в бумаге так и сделать, в кавычки поставить слово добро, чтобы людям было понятно. Потому что, знаете, что любое злодеяние мы не делаем явно, никто зло в чистом виде не творит, оно всегда прикрыто личиной. Зло никто не делал в чистом виде, оно всегда прикрыто личиной добра. Об этом я сейчас на живых примерах, на реальных примерах жизни вам, конечно, покажу. И вы все это прекрасно на своей жизни, каждый знает. Я никогда не рассказываю то, чего нет в реальной жизни. Поэтому я и утверждаю, что я благовествую истину. Ну, давайте еще немножко почитаем. Но один запрет все-таки был. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Что же за плоды такие? Что за дерево такое познание добра и зла? Ну, и тут я уже, в принципе, говорю вам то, что сказал, но еще чуть-чуть добавлю. Плодами названы злые мысли человеческие. Вкушением плодов названо творение злых дел, то есть воплощением злых мыслей в жизнь. Но почему дерево познания названо познанием добра и зла, а не просто зла? Как можно умереть, творя добрые дела? В тексте слова «добро» правильно надо бы писать в кавычках, а означает это то, что в чистом виде зло никто не творит, ибо всю историю человечества люди, творящие зло, всегда прикрывали свои злодеяния благими намерениями. Например, сейчас мы перейдем к реальным примерам. Я еще раз хочу здесь просто оговориться. Не везде можно проводить параллели. Я имею в виду к тому, что Иисус, в принципе, сказал, что человек узнается по делам, как дерево по плодам, и подразумевал дела. Нельзя прямой аналогию здесь привести, хотя смысл такой, да. Но все-таки в раю немножко есть другое отличие. Там не зря сказано, что Бог говорил «не вкушай». Он не говорил «не прикасайся». То же самое змей, дьявол, который совращал Еву, уже предлагая ей вкусить, он уже искажал даже заповедь Божию тем, что он говорил «не прикасайся». Это не сказал Бог «не прикасайся, не вкушай». Поэтому там, конечно, под плодами, здесь нельзя аналогию со фразой Христа провести, там действительно плодами названы мысли еще, не прям дела. Поэтому и Бог-то не запрещал прикасаться, Бог запрещал вкушать. То есть там уже под вкушением реально дело подразумевается, да, а не плод как дерево, как дело. Плод – это мысль. И мысли у нас в голове все возникают. Но человек и грех в человеке, человек, как говорится, совершает грех, слово совершает, опять глагол, только тогда, когда он его творит, вкушает. Все эти бредни религиозные по поводу того, что у тебя там какая-то мысль возникла, и ты уже грешен за свои мысли, это чепуха. Иисус никогда не осуждал человека за мысли, которые человек отвергает. Да, это бредни, конечно же, религиозников. Мысли у нас в голове у любого человека, какие только не рождается. Мозг, как Бог, он всегда вот так, как вечный двигатель, просто работает. Мысли просто рождаются. Любой человек, за собой немного понаблюдав, удивляется, какие гадкие мысли порой не в голове вспыхивают. Но мудрый человек, познавший истину, обретя свободу в святости. Еще дальше, если бы мы с вами сейчас читали бытие, я вам просто в доказательство приведу, вспомнить, как было с Каином, который, помыслив, пожелав, пошел убивать брата. Более того, он даже уже не только помыслил, он уже и желает, и уже идет. И то Бог его вразумляет. Он ему еще не вменяет это в грех. Он ему говорит, что этот грех, который ты даже пожелал уже даже, и то он его назвал, Бог, что этот грех при дверях лежит. Он еще не в тебе. Ты его еще в себя не впустил. Он в тебя не вошел. Он в при дверях. Вы помните, сам Павел человека называл хижиной, домом. И, кстати, во 2-й послании к Коринфянам, 5-я глава с 1-го по 12-й стих, он так и говорил, когда этот наш дом, наша хижина разрушится, дом я добавляю, синодальный перевод как хижина, тогда мы все предстанем пред Богом. Он христианам это писал. И каждый даст отчет, что он делал, живя в теле, в хижине дома своего. Делал доброе или злое. И вот Бог, когда Каин, ты уже идет, уже пожелав, но еще не сотворив греха, Бог вразумляет Каина и говорит, да, грех лежит при дверях, ты его трогаешь, да, плод, но ты не вкушай его, не делай его. Поэтому там, конечно же, ну, Иисус, почему я говорю, просто может быть кто-то знает, и она, естественно, ну, по крайней мере, естественно, у меня возникает в голове эта известная мысль и фраза Иисуса, что человек узнается по делам, как дерево по плодам. Но здесь прямой аналогии нельзя привести о том. Да и вообще нигде не сказано, что ты должен первую главу за счет именно конкретно этой фразы, вторую главу, там третью главу книги Бытия толковать, да, или познавать через именно эту фразу Иисуса. Понятно, да? И поэтому здесь, конечно же, вкушением уже названо именно творение. То есть плоды висят, это мысли, даже на древе познания добра и зла, да, они будут прикрываться какими-то благими намерениями, о которых я вам теперь примеры реальной жизни преподаю, да, почему это древо так и названо. Убийство животных. Первое убитое животное Адамом с Евой ради пожирания его трупа, вкусовых ощущений так называемого мяса, а по сути просто трупа, было прикрыто чем? Жертвоприношением. Кто не в курсе, с древних времен от Адама и Евы их первых песен животные не убивались просто так, знаете, прям, убил там, сажал, о боге забыл. Нет. Самое первое животное, убитое еще Адамом и Евой, естественно, как было принесено, оно как бы убито было, конечно, по похоти, но Адам с Евой, подумав, решили, естественно, все это делать ради бога. И именно поэтому мы уже видим, что они, откуда я это взял, мы видим, чему они учат своих детей. Именно поэтому перед тем, как Кайну Белавили, мы видим, они уже своими родителями были научены, чему? Приносить жертвы богу, в том числе и животных. Вот, то есть, конечно, это было не такое прям похабное вкушение, да, это было такое, знаете, благоговейное убийство в жертву богу, что в приятное благоухание богу. Это дерьмовые фразы, потом переполнена вся Библия, что якобы, естественно, животных убивали, чтобы пожать их труп для приятного благоухания бога. Эта жертва была приятным благоуханием бога. Конечно же, это не так. Это дьявольское действие, за какое Адам и Евы вкусили смерть. Сами причинив смерть, убив животное. Но, вот поэтому я из разных областей взял примеры, совсем немного, вы остальные сами додумаетесь. Именно для этого я вам все это и показываю. Убийство животных ради пожираниях трупов, примеры какие. Первый я вам уже рассказал. Наименовали жертвоприношением богу приятным благоуханием. Другой пример. Убийство еретика ради бога. Я такие яркие примеры беру, да. Ради бога. Наименовали святой, святой инквизиции, угодной богу. Заметьте, убийство живого человека, который никому ничего плохого не делает. Ну да, он мыслит не так, как мыслит некая секта. Человек убивает. Жестоко убивает. Называет все это святой инквизиции, которая творит дела божьи. До чего может докатиться человек? Я специально все беру на ярких контрастных примерах. То, что в мелочи начинают ковыряться. Да может так, да может не так. Мы, конечно, сейчас немножко о мелочи скажем, но сначала начинаем с ярких контрастных примеров. Я здесь остановился. Сейчас мы к таким примерам еще вернемся. И так далее, и тому подобное. Нет и конца, и края этим примером. Если вы честно посмотрите на все свои злые дела, до покаяния, то от мала до велика, ну, какие бы, как я и сказал, есть и крупные примеры греха, или большого греха, как хотите, и малые грешки, да, то увидите, как вы всегда себя обеляли и находили оправдание всем своим злодеяниям. Так какое же верное определение греха? Ну, и сейчас мы с вами подошли к сути сегодняшнего видео. Что такое грех? Грех. Это получение удовольствия. Заметьте, когнитивный диссонанс, который должен был у вас возникнуть. Я в начале ролик начинаю с чего? Мы часто слышим, что грех подразумевает получение удовольствия. Так ли это? Нет, это не так, я утверждаю. И тут же я сам даю определение. Грех – это получение удовольствия. Это я, единственное, я почему на этом затормозился, обратил внимание, вы знаете, основная такая беда, искажение информации, в частности, когда люди что-то там по Библии проповедуют, это вырывание из контекста, это обрезание. Библию цитируют в основном стихами, там ее нарезали на кучу глав, хотя это порой обычные книги, и какие-то люди потом уже, это не авторы их так резали, они писали полноценное письмо, послание, но потом последователи, люди, будущие поколения, решили все это нарезать на главы, а главы еще порой на такие стихи, где порой одно предложение на 25 стихов делят. И цитируют один стих, хотя это огромная, большая мысль, человек, почитайте послание апостола Павла, вот такие вот. И вот целое послание, там 16 глав разделенное, по объему равное всему Евангелию, да, и люди цитируют по одному стишку, хотя он там порой, на протяжении всего такого огромного послания, преследует всего несколько мыслей, хотя там много у него всяких размышлений, и так далее, но есть центральные мысли, которые он тянет от первой там до 16 главы. Вот здесь то же самое, просто пример показать, да, можно вырвать и написать, что грех – это получение удовольствия из моего же видео, из моих же текстов, хотя я вначале сразу, как тезис, да, к видео сказал, что грех – это не получение удовольствия, да, а получение удовольствия, теперь мы еще раз начинаем зачитывать, я для вас говорить, я бы вдумываться, то есть грех – это получение удовольствия, да, но какого? Засчет осознанного, ну, я поделил мир все-таки, ну, как бы весь живой, Бог всячески во всем, но все-таки есть такое понятие, как живая и неживая материя, да, даже природа, растительный мир, подживой, ну, я подразумеваю, ну, это все нормальные люди подразумевают, это те организмы живые, их так называют живыми душами, еще в первой главе «Бытие», мы тоже считаем, которые были созданы, это то, что имеет нервную систему, то, что способно переживать боль, ну, за счет этого, в основном, плоть – это нервная система, но там, значит, есть душа, которая все это чувствует, страдает, да, у растений нет души, это важно понимать, вот, когда мы деревца подрезаем, мы это делаем, и делаем свой сад красивым, мы делаем то же самое, когда нам стрижку делать, нам не больно, нам только даже отрадно и красиво, когда нам ноготочки ровняют, да, вот, это важно понимать, да, и поэтому я тоже, как бы разделив, можно было короче сказать, краткое определение, давайте я сразу скажу, это получение удовольствия за счет чьих-либо, за счет причинения кому-либо боли, то есть, когда вы получаете удовольствие, но от этого кто-то страдает, страдает он через тому, что ему причиняет боль, понятно, да, ну, я все-таки, благодаря тексту, все-таки решил эту формулировку, сделать более подробную, конкретную, поэтому, если применить это к видимому, невидимому миру, к материальным, материальным, живому, неживому, поэтому я написал, что это получение удовольствия, за счет осознанного разрушения, чего-либо, или причинение боли кому-либо, ну, вы помните, нас учили еще в школе, даже в атеистических советских временах, и постсоветских, одушевленный, неодушевленный, тогда называли в русском языке, и действительно есть такое, по крайней мере, в русском языке, как русскоязычный человек, пройдя все эти школы, я и говорю, да, у нас было в школе, вот, одушевленный, неодушевленный, опять слово душа, ну, то есть, все то же самое, да, поэтому я и поделил здесь, более длинное, но для короткого, в жизни, конечно, очень важно, чтобы вы поняли простую вещь, грех, это получение удовольствия, за счет чьих-либо страданий, через то, что получили боль, почему я здесь разделил, ты мне, одушевленное, да, деревце, в принципе, не, когда ты его украшаешь, делаешь это ради нужды, что-то, потрезаешь газончик, там, пересаживаешь, это хорошо, ты делаешь благо, но когда ты просто так вырубаешь гектары леса, в которых живут животные, которыми наслаждается человек, которые очищают воздух, да, и ты просто ради прибыли, там, вырезаешь ради себя одного, это грех, грех, ты уничтожаешь жизни, ты причиняешь боль другим, да, это очень важно, вот, одно дело, ты там веточку срезал, даже там живут какие-нибудь, комарики, мошки, они тут же на другую перелезут, ты эту веточку рядом бросишь, они потом сами переберутся, вот, ты не делаешь зла, ты все делаешь ради блага, в общем, не только себя, а и других, это очень важно понимать, вот, поэтому я так и поделил, что это разрушение, и это разрушение все равно, оно хоть прямой может не нести, казалось бы, ты там что-то разбил, ну, разрушил, пример возьмите, стекло-то разбил, да, в принципе, стеклу-то не больно, ты взял витрину, чью-то разгромил, но этот магазин кому-то принадлежал, ну, машину, взял машину, испортил, кинул камень в нее, ну, машина не чувствует боли, да, ну, машина есть владелец, человек, ты причинил вред этому имуществу, человек за это имущество трудился, да, и ты причиняешь ему боль, потому что это причиняет любое разрушение и всего видео мира, причиняет боль, кому-то все равно, в оконцовке, да, вот так вот, поэтому это важно понимать, ну, и второй, есть еще очень тоже, я продолжил, чтобы непонимание не было, а также, наоборот, не раскаяние после, не зря здесь, если вы в первом части заметили, то грех это получение удовольствия за счет осознанного, то есть я сознательно иду на этот грех, да, а второй вариант, это все то же самое, только это не раскаяние после неосознанного разрушения чего-либо и причинения боли кому-либо, ну, то есть то же самое, то есть еще раз делим на две коробочки такие, две области, первое, это я сознательно причиняю кому-либо боли и страдания, а второй я не сознательно, но привожу примеры, как всегда, чтобы было понятно, одно дело, я в автобусе случайно кому-то на ногу наступил, я сделал зло, да, боль испытал человек, я ему там девушку-мушкоблуком его полноги там продавила, я там большой человек, да и маленький, с весом, какая разница на ногу наступив, человеку будет больно, потому что там бабушка, ребенок, конечно же, светлый человек, святой человек, добрый человек, сразу, ой, простить, простите, там, и вытрет и ногу, ну, просто хотя бы извиниться, да, если там испачкал, чуть ли не сам нагнется, и там платок возьмет, или там, сейчас полно всяких носовых платочков бумажных у каждого, да, и вытрет даже, или даст хотя бы выйти, если человек там уж не позволит, извиниться, и погладит, и поцелует, но если это уместно, там, может быть наоборот, да, ну, вы понимаете, о чем я, то есть, человек еще всячески попытается искупить, попросит прощения, постарается что-нибудь, даст, есть конфетка, ребенку даст, там, шоколадку, или еще что-то, да, говорю, старушку, там, как мать поцелует, да, за то, что зло ей такое сделал, да, какие-то и такие примеры беру, вы сами все понимаете, да, человек, человек грешен? Нет, он не знал, ну что, ну на ногу наступил, ну что, может даже его, кто-то чуть пихнул, или он хотел пропустить кого-то, ну естественно, он же не видит, глаз, как говорят, на спине нету, да, есть другой вариант, нехороший человек, наступил там, да, ему сделали замечание, ой, вы мне на ногу наступили, да пошла ты, грех, грех, не важно, что он его сделал, неосознанно, но после неосознанного, он не раскаялся, то есть это в принципе все, что он бы сделал, тогда и осознанно, прям видел, выходить начал, еще решил кому-то на ногу наступить, выходя из автобуса, понятно, да, то есть смысл, вот и все, вот и все дела, ну, видео еще продолжается, как видите, текст есть, по сути, он уже состоит из примеров, я уже такими, как видите, тезисами, грех, не грех, давайте еще раз, разные области, такие тоже взял, в принципе, такие, как всяк контрастные, конечно, не мелкие, но, может даже, вот я не писал, я так для этого и делаю ролики, в свободе слова, я чуть-чуть, конечно, побольше скажу, давайте сначала я прочитаю то, что я уже зафиксировал, на бумаге, так скажем, не грех, кушать и получать удовольствие, это не грех, в религиях и это грехом называется, но грех, убивать животное, ради пожирания его трупа, и эксплуатировать его, ради потребления продуктов, от него исходящих, кушать не грех, как говорят, что ты лезешь, кто знает, я христианин, веган, проповедую любовь, в полноте, ко всему Божьему творению, в том числе, к животным, да, что у тебя в тарелке, мне без разницы, что ты там ешь, яблоки, огурцы, помидоры, салаты, из растительной пищи, да, на здоровье ешь, что хочешь, кто отдадет это, ест другу это, но, когда ты говоришь, какая-то раньше у меня мясо, у тебя не мясо, ты как получил это мясо на столе, оно не падает с деревьев, не растет, да, под землей, в земле, там, как, картошка и морковка, это убитое животное, ты пожираешь труп убитого живого существа, которое страдало, которое радовало жизни, умирать не хотело, у которого есть живая душа, да, в раю, в веганском раю, который был создан Богом, где все любили друг друга, разрешено было есть, то есть, только растительную пищу, потому что нерастительную было есть невозможно, нужно было кого-то убить, что сделали Адам с Евой, так что такое грех, есть, нет, есть, и получать удовольствие, конечно, нет, любая пища, любому человек доставляет удовольствие, не грех кушать и получать удовольствие, я еще раз про еду, два примера взял, но грех обжираться, вредя своему телу ожирением, сам же страдаешь, и есть нездоровую пищу, нанося вред своему здоровью, что такое грех, да не потому что ты там что-то ешь, да, ну ты ешь какую-нибудь там, покупаешь неизвестно что, всякие эти, какие-нибудь пепси-колы, да, которыми в автосервисе, у меня просто была мастерская, да, и мой напарник, кока-колы промывала систему отопления автомобиля, радиаторную, как-то идеально вообще вымывала, да, реально, не покупал никогда специальную химию, покупал ее, ходил в магазин кока-колу, и систему отопления автомобиля промывал кока-колу, чистила идеально вообще, это люди пьют, да, так грех чего, пить кока-колу американскую, да дело не в этом-то, да, ты можешь с Америки, ты мог там какой-нибудь авокадо привозить, какие-нибудь заморские фрукты, что грех их кушать, нет конечно, да, не грех делать красивую и удобную одежду, и носить ее, радуясь самому, доставляя радость окружающим, да, но грех убивать животных, ради их меха и кожи, ну здесь я опять к животным, дело даже не в животных, ну в животных тоже скажу понятно, да, поняли, одно дело одежду ты делаешь красивую, из растительного мира, там из растений, конопли, там хлопка, там еще что-то, а другое дело ты очень часто животных заживо сдирает, вообще там ради суперсохранности как-то там подложки, да, кто знает все это меховую индустрию, с чем она связана, грех, конечно грех, искусственный мех носить грех, ну в принципе нет, ну а об этом у меня есть отдельное видео, кто захочет узнать, сегодня не об этом, вот иначе мы просто, итак, ролики у меня очень длинные всегда, да, смысл понятен, животное страдает, все это грех, ну опять же здесь сразу это я не стал писать, вот живой пример просто, грех там краситься, или я говорю, как-то красиво, разнообразно одеваться, а не в одном, как я говорю, мешке из-под картошки, дырку прорезать, и носить его, на голову надел, руки просунул, и пошел, вот, причем эти религиозники, которые проповедуют, что все это грех, там, косметика, еще что-то, я говорю, у них у всех разная одежда есть, даже у самого, так называемого, аскета этого, какого-нибудь проповедия, все у него там есть, да, у этого монаха 25 тряс, каждый из которых дороже вашего костюма, троечки стоит мужского, я знаю просто все эти дела, да и вы знаете, кто с этим сталкивались, вот, и я говорю, и все равно они не ходят в одном, кто пределы будет полагать, они не ходят в одном мешке, из-под картошки на помойке найденном, это очень важно понимать, они проповедуют то, что нереально в жизни исполнить, Иисус правильно говорил, налагал бремена, которые сами не носят, и никто понести не может, сами же мизинчиком своим не шевелят, да, это очень важно понимать, грех там красится, да нет, конечно, мы меняемся, кто-то стрижку меняет, сегодня такую, из-за такого одежды, все мир прекрасен в разнообразии, мы от этого прекрасного разнообразного мира получаем удовольствие, он был таким в раю, он тенью смертной нам еще блещет здесь, на этой адской земле, которую мы сами в ад превратили, эту землю, еще больше разнообразия, всякого будет, разнообразие, удовольствие будет в небесном царстве, это важно понимать, вот на таких примерах, не грех ухаживать за растениями на собственной земле, пересаживая что-то, подрезая веточки и так далее, но грех вырубать лес ради наживы собственных прихотей, нарушая-ка систему, уничтожая места обитания животных, об этом я уже, в принципе, сказал, идем дальше, не грех выпить немного алкоголя для радости вкуса и веселья сердца, но грех, выпивая, драться с кем-то, избивать близких, ездить пьяным за рулем, видите, я даже современные примеры беру, да, чтобы было понятно, кто меня будет читать 200 лет назад, бы прочитал, бы сказал, какие, какой руль у какого автомобиля, да, уходить в запой и тунеядство, сидя у кого-то на шее, и так далее, то есть, сам алкоголь не грех, кто знает меня, тем тоже есть вот ролики, посмотрите их, пожалуйста, как ты можешь обвинить человека, который может себе позволить выпить вино, сам Иисус пил вино, как бы там протестанты не пытаются все это подвести под свои мировоззрения, что он там сок какой-то пил, нет, он пил сам настоящее вино, его называли пьяницей, он сам говорил, вы называете меня пьяницей обжора, и он не стал оправдываться, что он, что это был сок, нет, он говорил, что вы просто меня так называете, да, ну, клевеща на него, действительно, в чем они хотели-то, в грехе преизбытка вот именно обжорства его уличить, да, и пьянство, но он не напивался, он мог выпить немного вина, конечно мог, напивался он, дебоширил, нет, вот, он кушал, да, его всегда приглашали, мы не раз видим его на пиршествах, но он обжирался, нет, это уже клевета была, вот, но он ел и пил, он сам говорил, я ем и пью вино, и вы называете меня обжор, я ем, да, Иоанн был постником, креститель, а я кушаю, в принципе, большой стол, ему то мытарь, Матфей там пирушку закатит, все время, то фарисей какой-нибудь богатый призовет, то свадьба, на которой он тоже был в своем родном городе, приглашен с мамой, всеми родственниками, да, он ел, он говорит, да, я ем, но я, ну вы называете меня обжорой, я выпиваю, да, но вы называете меня пьяницей, но я не такой, вот, это очень важно понимать, поэтому алкоголь, грех сам по себе, нет, вот я всем свидетельствую, на меня алкоголь неадекватно никак не действует, то есть я действительно от него получаю вкусовое удовольствие, как и любой человек, по природе, по своей, ну и немного веселит сердце, вот, во-первых, я себя держу в контроле качества, количество, качество, да, грех, зачем себе вредить, всякую бормотуху пить, вот, ты же не алкаш, вот, и, ну что ты уже не можешь терпеть, да, ну я говорю, я вот, допустим, вино вообще не пью никогда покупное, только домашнее, потому что действительно, бормотуха, которая продается в магазинах, как бы ее ни называли, ских там, заводов не признает, бормотуха, настоящее вино, оно, то знает, как оно делается, как хранится, это вообще абсолютно не то, что продается в магазинах, это винные напитки, из порошка сделанные, со спиртом разведенной, вот, и вино естественного брожения, это абсолютно другая вещь, вот, и на меня-то никак не действует, ну и то вот именно, то есть я могу себе позволить выпить, но полностью контролирую во всех сферах, качество, количество, и что потом за этим следует, как я себя веду, и у меня просто нет проблем, я всем говорю, а у тебя есть проблемы, тебе нюхать пробку нельзя, если ты потом начинаешь дурью заниматься, да, море по колено пошел, там тельняшку рвать, дома избиваешь, в запои уходишь, тунеяд, ты что-нибудь на шее сидишь, почему-то тебе должны там родственники содержать, друзья, ты начнешь побираться, конечно, это грех, ты причиняешь кому-то страдания, кто тебя должен содержать, кому ты нужен, кто должен терпеть твой тупеж, конечно, по пьяни мы немного тупим, может быть, даже и я, но я никому не лезу, и обычно я вообще, даже в компании, то есть мы вместе начали, до какого-то стаида дошли, грубо говоря, немножко выпили, и все, сейчас это вообще редкость у меня в жизни, а так, всегда было это в рамках, вот такой нормы, вот и все, если ты можешь себе, да, ты себе можешь позволить, вы это вместе друг друг понимаете, если никому потом свою ахинею не втираете, трезвому человеку, вы никому зла не причиняете, ну, пожалуйста, можете себе позволить, дальше идем, не грех заниматься сексом, то есть любовью с человеком, ну, которого ты любишь, там, который тебе нравится, доставляя друг другу радость от наслаждения физического, да, ну, там, и психическое, но грех совращать кого-то на секс, детей, больных, там, каких-то людей, естественно, насилие, не просто можно насильно взять, можно, почему я здесь и взял, совратить слово, да, есть такое понятие, есть насилие, а есть совращение, вот, насилие, это именно надо осознанно человеком делать, конечно, это грех, любой насилие, изнасилование, есть такое слово, конечно, грех-то против воли, ты опять получаешь наслаждение за счет чьих-то страданий, совращение, да, ребенок вообще ничего не понимает, какая-нибудь педофилия, да, почему грех-то, просто опять формально, нет, ребенок не понимает, какой-нибудь человек может быть больной, немножко психически не понимает мира, там есть дети, есть аутисты, взрослые люди, ну, вы поняли, о чем я, да, это же, это зло, конечно, зло, вот, пожалуйста, акт один, секс, но он может быть великим благом и счастьем для людей, сознательных, взрослых, да, любящих друг друга, потому что это получение удовольствия, да, и это может причинять великое страдание, люди изнасилованные, многие кончают жизнь самоубийством, неважно, это мужчины, женщины, там, в тюрьме, или еще это где-то на воле происходит, люди, это считается очень, большим унижением, психологической травмой для человека, физической, но физической все заживает, так скажем, а психологически люди не могут справиться, и реально, так, казалось бы, да, на одной чаше весов, если все это добровольно, в любви, это великое удовольствие, и другая чаша сразу, это великое страдание, вот вам, пожалуйста, любовь, свобода, бессмертие, кто знает, я об этом всегда говорю, на этом, в общем-то, я и закончил, да, яркие события, мне прямо же самому, как об изнасиловании заговорили, вот вам грех, эта тьма тебя отталкивает сразу, но я пишу, не хватит бумаги, чтобы описать все подобные примеры жизни, да вы и сами их все прекрасно знаете, но о какой же формуле все это привести, чтобы четко понимать, где добро, а где зло, и как поступать в конкретной жизненной ситуации, сейчас я о чем хочу сказать, это вот примеры конкретные, вы знаете, я всегда говорю, что я в своих роликах пытаюсь научить людей истиной, которая поможет им, истина, учение, имя существительное, которое поможет им потом свято жить, то есть, это имя существительное, любовь, превращать в глагол, в действие, в любить, но я много раз показывал, что, когда мы говорим чисто просто этой формулой внешней, вот без конкретных примеров, почти все религии говорят, что праведники будут в раю, а грешники в аду, так я вам еще раз, об этом я уже как бы говорил, еще раз говорю, только вопрос в том, что такое грех, а в том, что такое праведность, во всех религиях, основное их неучение, возьмите иудаизм, псевдохристианство, православие, каталицизм, протестантизм, мусульманство или ислам, Иисус дал им определение, всем троим, это все одинаковые религии, люби ближнего и ненавидь врага своего, и более того, убьешь этого врага народа, врага народа, врага церкви, врага отечества, попадешь в рай, я на самом крупном примере такому возьму, это во всех исповедуется, в иудаизме, в севдохристианстве, и в мусульманстве, убиваешь врага церкви, отечества, народа, ты попадаешь в рай, это абсолютная ложь, ты идешь в ад, но во всех тех сектах это проповедуется, вот вам живой пример, но когда вы читаете в общем, там Коран, Библию, там высокопарные эти слова, в иудаизме, ну или верю, Ветхий Завет, Библия для христиан, то же самое, что Тора для иудеев, там везде восхваляются праведники, только я говорю, потом посмотрите на дела этих праведников, или потом на слова, когда они конкретизировать начинают, да, теорию, практикой, и вы увидите, каким делам они призывают, это очень важно, так вот понять, что такое любовь, добро, и за что ты попадаешь в рай, очень легко, Иисус распределяет, потому что о любви-то говорят многие, да, а как понять дела-то, какие любви делают, этому давно дано определение, что такое любовь, что такое доброта, что такое доброе дело, добрый поступок, святость, да очень просто, так называемое золотое правило морали, тоже всем известная, наверное, формулировка, давно сформулирована, без всяких образов и иносказаний, оставленных нам в первой главе книги Бытия, ну, во второй, в третьей главе книги Бытия, нам это вообще описано, все в образе под древом жизни, с плодами, с которого ты вкушаешь, да, это, конечно, все образы, символы, и ты опять чешешь репу свою, да, на плечах, а что же конкретно, о чем и конкретно, как в какой песне, что конкретно-то имело в виду, да, его же озвучил и Иисус Христос, любовь приходящего воплоти, без всяких уже символов и образов, как я говорю, изучит оно так, я его немножко расширил, Иисус, в принципе, и так понятно сказал, но я чуть-чуть еще добавляю, никогда, никому и ничего, никогда, никому и ничего, трени, троица святая, да, всех их любит, святую троицу вспоминать, никогда, никому и ничего, не делай того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, и наоборот, об этом Иисус тоже говорил, поступай с другими так, всегда, всем, и все, во всех делах своих, если вот так в параллель сказать, того, что с другими так, поступай, как хочешь, то поступали с тобой, в этом все пророки, я немножко расширил фразу Иисуса, в этом все пророки и праведники мира, и весь закон блага бытия, то есть закон счастливой жизни всей вселенной, вот вам и все, реально, это знаете, вы знаете, я к этому сам шел практически 10 лет своего даже христианства, вот к этой простоте, я тоже прошел долгий, большой, тяжелый путь познания истины, всем об этом, конечно, свидетельствую, но концовки он приходит, как Иисус говорил, «Иго – мое благо и бремя – мое легко», да, сначала окажешься игом и бременем, в концовке ты понимаешь, насколько оно легко, все, «Сколы покаяния», кто поймет, о чем я говорю, догадается, кто из православия, все это я проходил, вот такие талмуды, перечисления своих грехов, вечного покаяния, и у батюшки под полотенчиком, все я это проходил, приходишь ты к этому и разбираешься, что такое грех, что такое не грех, да, где что можно сказать, или перед всеми надо грешный, грешный, супергрешный, все, я это прошел, и пришло все вот к этому, я столько лет шел, чтобы понять простые слова Иисуса, да, что мир и бытие, его закон – это вечность, свобода выбора, и по плоти ты свободен, и по духу, по свободе сейчас мы, конечно, замкнуты, после грехопадения, но когда-нибудь освободимся, а по духу мы свободны, и после грехопадения все равно остались, да, творить добро и зло, а что такое добро, очень понятно, поступай с другими так, как хочешь поступать с тобой, я все время сам думаю, я вот произношу, меня слышишь так же, как Христа, знаете, слышит и не понимает, но когда-нибудь поймут, потому что когда я их, через практически 10 лет, я их настолько, я все осознал, что такое добро-то, да все очень просто, или другими словами, Иисус два раза сказал, как он при двух или трех свидетелях в законе написан, он сам эту фразу вспоминал, да, люби ближнего, как самого себя, под ближним подразумевается весь мир, который нас окружает, Иисус в притче, это была притча, и опять же образ, это не тот только, только тот, избитый на дороге, он показал, что это тебе вообще любое существо живое на твоем пути жизни, просто встречающееся, да, вот, смысл опять тот же самый, люби мир вокруг тебя, как самого себя, а мы себя-то любим, эта фраза абсолютно синонимичная, зеркальная, или подобная, как и люби Бога, Иисус говорил, люби ближнего подобное, да, одно и то же, равное друг другу, вот это тоже самое, просто разными словами, Иисус, так скажем, даже в Евангелии, у нас в разных местах это все сказано, вот и все, вот что такое грех, в принципе, я надеюсь, вам это понятно, я как-то уже в других роликах давал такое задание, сейчас еще раз просто об этом скажу, попрактиковать вам, это вам домашнее задание после этого видео, попозже или сразу, вы знаете, что такое понять грех или не грех, если вы хотите, вот, после этого видео обрести счастье, если вы в каких-то религиозных культах находились, или просто у вас в голове не все эти, возьмите, я все говорю, белый лист бумаги, или два листа бумаги, ну, или тетрадку откройте, там, как раз две страницы, и вот напишите, грех и, не грех, добро, добродетель, есть противоположное понятие, но они немножко не состыковывают, добродетель как-то есть, слово детель, дело, да, в грехе просто такого нет, но смысл, да, грех или добродетель, добро или зло, вот напишите все, что вы грехом думали на сегодня, там, я не вычитал правила перед причастием в православной, там, секте, вот я кому сделал зло, конечно же, вам нужно будет прежде познать еще несколько моментов истин, таких, что Бог есть любовь, вам надо это принять, что есть свобода, бессмертие и полнота, ему вообще ничего от нас не надо, то есть, знаешь, как ты, когда этой любовью сам становишься, и эту сущность бытия в себе раскрываешь и к другим применяешь, ты понимаешь, что тебе никто ничего не должен, и никого тебе ничего не надо, не надо, чтобы тебе кто-то тысячу правила вычитывал, перед тобой лебезил, туфли целовал, и вообще, в полноте, когда ты был в раю, мы все там, когда-то были в Адамееве, когда мы будем в Царстве Небесном, нас не будет рабов, мы никого эксплуатировать не будем, каждый будет делать, что он хочет, радоваться жизни сам по себе, если хочет радоваться с кем-то, все, я вот не вычитал правила, которые якобы нужны Богу, оно нужно ему, нет, там, утреннее правило я не прочитал, кому я зло сделал, понятно, эту, эту лживую аксиому религии надо убрать, что Богу это нужно, да никому, Библию там, читаю, не читаю, грех нет, платочек не надела, грех или не грех, бороду не отрастела мужчина там, грех или не грех, или наоборот, там, добродетель напишет, так, у меня борода есть, есть люди, прямо насуются своей бородой, мужики, в иудаизме, в исламе, в псевдохристианстве, да, прям борода обязательно, не стриги край бороды своей, кому от этого, вот кому я сделал добро, ну, хорошо, если твоей жене просто нравится борода, можно даже в добродетель записать, если же кто-то от этого получает удовольствие, хорошо, ради нее ты носишь, но, завтра он тебе скажет, слушай, надоела мне твоя волосня, не поцеловаться, не обняться, сбрей, пожалуйста, куда ты должен записать теперь сбрите, у тебя это в добродетели останется в колонке, только при том условии, если ты перед бороду зачеркнешь, и ее сбреешь, тогда это опять превратится в добродетель, если это ты оставишь ее вопреки ей, это будет зло, если ты один живешь, никому твоя борода вообще даров не нужна, это зло или добродетель, это не зло, не добродетель, богу без разницы, с бородой ты или без бороды, длинные волосы, короткие, косметика у женщины, куда, мужу нравится, спроси, тебе нравится я вот так, меняюсь за счет косметики, сегодня такой, раз к раз, боевой себе сделал, а второй, волосы красит, ногти делает, он скажет, да, ну мне нравится, люблю, когда ты разная, если он скажет, мне все равно, можете делать, можете не делать, если ему все равно, тогда зачем вообще на деньги, в принципе, если вам сами нравится, мы тоже получаем удовольствие, потому что мы тоже красивые, мне даже приятно на себя в зеркало смотреть, мне неприятно смотреть на себя в зеркало, когда я весь чумазый, грязный, вонючий, когда я вонючий, мне самого с собой неприятно, да, я иду мыться, это нормально, люби ближнего, как самого себя, прежде чем полюбить ближнего, надо себя полюбить, ты вонючий, кругом-то люди, это вонь тоже чувствуют, поэтому мыться надо не только ради себя, ради других, все взаимосвязано в этом мире, вот так распишите, я на каких примерах взял, уже видите, специальную бумажку, подболиваю, вот эти тонкие, сколько у нас в религиях вот этого дерьма, я бы прямо выражаться, который делает людей несчастными, который не делает их совершенными, они не достигают святости, вечно живут рабами, не становятся детьми божьими, почему, потому что никак не могут разобраться, что такое святость, что такое грешность, и соответственно, отсюда два искажения учения, у ортодоксии православия католицизма, так как все это исполнить не можно, невозможно, как те бремена, которые иудеи сами не могли, понадумали всего, но людей возлагали, они это носить не могли, никто не мог достигнуть святости, а это и не было святостью, или греховностью, наоборот, в соответствии, да, ортодоксия до сих пор, прямая наследница иудаизма, православия католицизм, это и проповедует, поэтому они там грешные, грешные, супергрешные, да, невозможно быть святым, протестанты, именно этому Лютер и воспротивился, один из лидеров протестантизма, да, сказал, раз это нельзя, давайте это вообще выкинем, ты просто свят, потому что ты поверил в Иисуса Христа, все, Бог взял все свои грехи на меня, вторая крайность, две крайности, а золотая середина оказалась, царский путь, именно посередине, все это ложь, и то, и то, да, святым ты должен быть, и можешь им быть, и станешь им, если будешь идти путем любви по жизни, путем добра, никому не делая зла, к тому можно делая добро, вот, и в конце обязательно скажу еще, вот мы уже все как бы разобрались, и в принципе я им все сказал, но все-таки этот нюанс еще раз озвучу, по поводу любви к врагам, там еще к кому-то, опять искажений, и в ортодоксе, в православико-католицизме, и в протестантизме, якобы их противоположности, это что там всем врагам надо туфли целовать, это любовь, нет, посмотрите на жизнь Иисуса, как он себя вел с противящимися, с незнакомыми парой людьми, да, с которыми, которые грешили, это очень важно понимать, вы бы как хотели, это все, конечно, через это раскрывать, но здесь я вынужден помочь, чтобы, вы в других роликах все это найдете, но этот ролик, я говорю, хочу первым поместить уже, все-таки такие самые основы задать, сейчас дам отсылки к плейлисту своему, там вы все это тоже найдете, я более эти моменты каждый жую, о любви к врагам, вы все это найдете, но здесь все-таки кратко скажу, чтобы уж в одном ролике, кто-то впервые может попадет, вот, посмотрите, как ведет себя человек, я бы хотел, чтобы мне не лебезили, а действительно сказали правду в лицо, как я могу измениться, если мне никто не говорит правду, это очень важно, никто меня там не обличает, но это по сути есть, говори неправду человеку, поэтому это важно понимать, да, Иисус ставил ультиматумы, людям, которые к нему приходили, да, при живой-то маме, и друзьях в дверях дома, говорил, что мать моя, и друзья, и братья мои, те, кто исполняет волю Божию, не важно, кто-то мне по плоти, вот это все очень важно понимать, в этом разобраться, и тогда вы поймете, как жить правильно, в этой жизни, в мире лежащем во зле, доброта порой, конечно, она кому-то тоже причиняет боль, кому? Грешникам, святость будет обжигать грешников, будет им причинять боль, огонь пожирает солома, они будут от тебя, ай-яй-яй, вот, ну, это будет именно добро, да, ну, мы сегодня все-таки, я хоть и, видите, от реальных примеров тоже много приводил, чтобы все это понять, вот, ну, и обо всех таких вещах поговорили, давайте еще раз, просто в конце, смотрите, я это могу сказать без всяких текстов, да, грех, это, сознательное, это удовольствие, полученное, сознательным путем, похвастался, что могу, уже, честно, мне мысли немножко о другом, у нас тут война, да, это получение удовольствия, да, за счет, чьих-то страданий, ну, или уничтожения чего-либо такого, но это все равно приводит, ничего неодушевленного, да, без души живу, вот, но это все равно приводит к чьим-то страданиям, да, это если осознанное, причинение зла, при получении удовольствия, вся наша жизнь, если вы вдумаетесь, почему абсурдно, и несостоятельны все эти учения, что грех, это вот там, да, надо поститься вечно, не есть, не пить там, да, в мешке из-под картошки, с тремя дырками ходить под голову и руки, это чепуха, нет, нет, вся наша жизнь получения удовольствия, вся абсолютно, мы всех стремимся к получению удовольствия, мы работу даже пытаемся выбрать, какая нам приятна, какая будет удовольствие все равно доставлять, нам всем ненавистна какая-нибудь работа, которая нам не нравится, на ней мы хотим перекусить, чайку попить, там отдохнуть, поговорить, мы хотим прийти домой, как говорится, отдохнуть, хотим домой доехать комфортно, на машине или пусть даже на общественном транспорте но где там никак сосиску тебя там кельку как говорят в этом я хоть и веган неприятные такие образы на вы поняли да вот когда там набиты мы все на самом деле стремимся всячески избавить себя от страданий во всех сферах жизни это здоровье болезни мы все пытаемся тут же избавиться чтобы получить удовольствие да так что вот так вот поэтому грех это конечно же получение удовольствия не просто а именно за счет чьих-то скорбей страданий ну или нераскаяние когда ты его сделал неосознанно этот грех и ты не раскаиваешься в этом не пытаешься искупить свою вину там сбил еще один пример там сбил кого-то на машине да и вместо того чтобы действительно раскаяться сделать попасть сможет насмерть убил ну потом семье помогаешь там погибшего дали пытается еще отмазаться все это извратить сделать виновным другого чтобы остаться невиновным и так далее да вот это грех то есть когда ты получаешь удовольствие за счет чьих скорбей страданий либо осознанно либо неосознанно пусть неосознанного поступка дело уже конкретное в этом не раскаиваешься не творишь плоды достойной покаяния вот и все на этом у меня все все что я вам в конце рекомендую на моем канале на котором сейчас смотрит видео два плейлиста грех и грех падения рекомендую в принципе начать конечно же с плейлиста грех падения мы принципе с вами об этом сегодня поговорили но все-таки там 9 видео на сегодняшний день я думаю получите много пользы надо всегда читать книжку слева направо по русской по русской версии с конечно страны где наоборот читают но вы поняли когда смысл вот с первой страницы до последней поэтому рекомендую конечно плейлист грех падения посмотреть ну и плейлист грех в котором вот это вот видео в принципе будет первое после анонса эти там уже 14 видео конечно вопросов больше у людей вот и поэтому при всей простоте есть у нас мы любим очень все усложнять вот там есть такие поднятые темы как смертные грехи грех к смерти ну и прочее 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 виды да все что связано по крайней мере с этим словом конечно тем раскрываю который сегодня не говорил так что мы все найдете мне на этом все всем спасибо за просмотр надеюсь это видео откроет вам теоретические истины и через практическую жизнь святую вы обретете полноту блага бытия у меня все лепите лайки делитесь этими роликами соцсетях чтобы люди знали правда до встречи ну и и и и и и